Севастопольские депутаты Тему попытки запрета оккупантами Меджлиса обсудили в Киеве. На заседании круглого стола в столице отмечалось все репрессии против крымско-татарского народа, направленные на то, чтобы держать население в состоянии тотального страха. Представители Меджлиса не сомневаются в том, что суд примет такое решение, которого хотят оккупанты. В реальности, если оценивать с позиции сегодняшнего дня, я думаю, мало что изменится. Уже сегодня у нас нет офисов, уже сегодня у нас нет каких-то компьютерных центров. Мы собрания свои проводим друг у друга в домах. Часть членов Меджлиса находится на материковой Украине. Для того, чтобы собрать форум, нам приходится соединяться по скайпу. В реальности может поменяться только одно. Будет еще какой-то виток репрессий. От украинской власти ждут принятия целого ряда законов, которые гарантируют права коренного народа. К тому же парламент Украины не должен дожидаться решения суда по Меджлису. От него ждут решительных заявлений. Должно быть заявление Верховной Рады Украины, потому что это высший представительный законодательный орган украинского государства, украинской нации. И, соответственно, на такое заявление будет реакция всего международного сообщества, что в случае запрета решения так называемого суда о запрете и продолжающихся репрессий в отношении крымско-катарского народа могут быть усилены санкции со стороны международного сообщества. Меджлис – кость в горле для тех, кто управляет оккупационной властью Крыма, считает нардеп-крымчанин Георгий Лагвинский. Он отметил, что сейчас разрабатывается законопроект о придании Меджлису статуса государственного органа Украины. Лагвинский подчеркивает, важно понимать, что итог судилища – это возможность преследовать по российскому закону практически любого человека. Например, за общение с членом Меджлиса. Однако, что здесь важно, мы должны понимать, что у каждых действий есть какие-то задачи и цели. Все достаточно просто. Как только будет соответствующее решение суда о том, что Меджлис является экстремистской организацией, это значит, что не только члены Меджлиса и не только члены Королл-Тая, а в том числе лица, которые находятся в связи с этой организацией, по российскому законодательству будут являться автоматически соучастниками преступления. Напомним, судилище о запрете деятельности Меджлиса началось 3 марта в так называемом Верховном суде Крыма. Поклонская представила на нем 630 страниц и 7 дисков с документами, которые якобы доказывают экстремистскую деятельность Меджлиса. Следующее заседание назначено на 17 марта, поскольку защита Меджлиса не успела ознакомиться с материалами дела. Времени на это суд отвел слишком мало. Милитаризация Крыма набирает обороты. Угрозы для мировой безопасности обсуждали на международной конференции в Киеве. Еще осенью 2014 года правительство России объявило, что планирует создать на территории Крыма 40 новых боевых знамен. Это без учета подразделений спецслужб и полиции. По словам эксперта фонда «Майдан иностранных дел» Юрия Смелянского, это означает, что на оккупированной территории планируется развернуть 40 новых подразделений, уровня не ниже полка или бригады. Такая военная группировка, отмечает он, составит 100-120 тысяч человек. Эксперты предупреждают, при этом оккупанты попытаются любыми способами сократить численность населения на полуострове. Военная группировка численностью 120 тысяч человек потребует наличия 480-500 тысяч человек гражданского населения, постоянно проживающих на этой территории. Часть этих гражданских – члены семьи военнослужащих. Вот даже если удвоить численность необходимого гражданского населения в Крыму с точки зрения экономической оптимальности, то должно остаться не более 1 миллиона человек гражданского населения. Все остальное население лишнее. Военная база в Крыму представляет угрозу Украине и создает большую вероятность оккупации материковой части нашей страны, предупреждают эксперты. Путин может решиться на реализацию плана коридора по суше между территорией Российской Федерации, Крымом и Приднестровьем. Эксперты удивлены, что в подобной ситуации Украина и всемировое сообщество не предпринимают решительных шагов для обеспечения своей безопасности. Захар стратегии подальше своего расширения в плане евроатлантической цивилизации нет. Российская Федерация при браке ресурсов стратегического игроков в мире стратегию имеет. В этих условиях, мне кажется, Украина должна заниматься более активной позицией, и не пассивной, а атакующей позицией. Эксперты настаивают на скорейшем создании международного механизма по деокупации полуострова. Наиболее оптимальным вариантом, считают они, является формат Женева+, с участием стран-подписантов Будапештского меморандума. Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров считает, что в переговорах обязательно также присутствие Российской Федерации. Это может быть майданчик, который создается только с одной целью, с целью обговорения вопроса, где оккупация Крыма, повернение Крыма. И на вопрос, что тогда Россия не сядет за этот майданчик, я могу сказать, что это и есть нашим задачей. Аннексия Крыма – это проблема не только Украины. Военные, политические эксперты и аналитики призывают международное сообщество отреагировать на расширение военной базы в Крыму. Пока не стало слишком поздно, и некогда мирный курортный полуостров не превратился в непотопляемый ракетный авианосец. В Севастополе перерегистрация украинских автомобильных номеров на российские под угрозой срыва. Депутаты так называемого Заксобрания города попросят российское правительство перенести конечную дату замены регистрационных документов и знаков на три месяца – с 1 апреля до 1 июля. В тексте проекта постановления они призывают и так называемый Госсовет Крыма написать подобное обращение к Медведеву. В силу ряда объективных обстоятельств, значительное количество владельцев транспортных средств, как физических, так и юридических, до настоящего момента не успели провести перерегистрацию транспортных средств. Доступных талонов МРЭО ГИБДД на настоящий момент не имеется, что вызывает определенную социальную напряженность. Напомним, в Крыму и Севастополе небывалый ажиотаж в отделениях МРЭО ГИБДД. Напомним, российское правительство обязало своим постановлением от 31 октября 2015 года перерегистрировать все крымские автомобили по российскому законодательству до 1 апреля 2016 года. После этой даты жителям полуострова, не заменившим номера, угрожают высокими штрафами и возможным лишением водительских удостоверений на срок до трех месяцев. Экс-министры обороны Украины Павел Лебедев и Михаил Ежель и бывший главнокомандующий ВСУ Юрий Ильин объявлены в розыск. Об этом в интервью газете «Сегодня» рассказал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиас. Обвинения им предъявляются разные. Кому-то в дезертирстве и госизмене, кому-то в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей и нанесении экономического ущерба Украине. Уголовное производство в отношении Павла Лебедева открыто в связи с обвинениями в экономических преступлениях, пишут украинские СМИ. Последней занимаемой должностью Михаила Ежеля была должность посла Украины в Республике Беларусь. В военной прокуратуре подтверждают информацию, что Ежель длительное время находится в Беларуси на лечении. Говорят, что заставить его вернуться в страну не могут. В сообщении подозрение Ежеля указывается на ненадлежащее исполнение им служебных обязанностей при согласовании в 2011 году перечня подлежащего отчуждению имущества ВСУ. Это решение министра обороны привело к неправомерному отчуждению двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС – субъекту предпринимательства, что обусловило материальный ущерб государству на сумму свыше 24 миллионов гривен. В ходе досудебного следствия было установлено местонахождение самолетов, комплектующих к ним, наложен арест и предупреждена дальнейшая их реализация в Россию. Юрий Ильин разыскивается за участие в преступной организации и дезертирстве. Командующему военно-морскими силами контр-адмиралу Березовскому, заместителям командующего контр-адмиралу Шакури и вице-адмиралу Ересееву вменяются дезертирство и государственная измена.